Как только испортилась погода, люди сразу начали болеть. По данным управления Роспотребнадзора, на минувшей неделе зафиксировано около 7 тысяч заболевших ОРВИ. На вынужденные каникулы ушли несколько классов в гимназии 36 областного центра. Карантин для учащихся третьих и восьмых классов установлен до 25 сентября. В поликлиниках готовы к наплыву больных. Пока страдающие насморком и температурой, телефон не обрывают и в очереди не скапливаются. Все дети из отпуска вышли в детские сады, в школу начали свою работу, поэтому заболеваемость, конечно, выросла. Но надо отметить, что по сравнению с прошлым годом, на 14% она меньше. В настоящий момент ведут прием 6 педиатров, активно выезжают на вызовы и ведут приемы. Если нужно, то мы подключаем докторов из образовательных организаций, включаем дополнительные приемы. ОРВИ – это целая группа острых воспалительных заболеваний органов дыхания. Возбудителями являются вирусы. Течение болезни сопровождается высокой температурой, кашлем, воспаленным горлом. Лучше профилактировать этот недуг, отмечают врачи, чем лечить. Нужно теплее одеваться, избегать массовых скоплений людей. Тяжелое время и для медиков. У педиатров до 50 выездов на дом за рабочую смену. Вирус у нас передается возможным каким-то путем, потому что можно воздействовать на механизмы его передачи. Каким образом? Например, такой простой способ, как проветривание помещения. Таким образом, что происходит? Удаление механическим путем этого вируса, то есть смена воздуха, смена чистого воздуха. Грязный воздух, она чистый. То есть это проводить нужно регулярно, как дома, так и в детских учреждениях. Пока массовых случаев гриппа в регионе не зарегистрировано, поэтому есть еще время сделать прививку. На регион закуплено 410 тысяч доз вакцины СОВИ-грипп. На текущий момент привито чуть больше 15% населения Ивановской области.